Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа-Регион» в студии «Ирина Меркурьева». Здравствуйте. Итак, городка о самом главном. Всем миром в селе Субсех заложен первый камень в основании будущего храмового комплекса. Поздравляем с победой. Прославленный анапский спортсмен Анатолий Шевченко завоевал золото на соревнованиях подзюдо серии Гран-при среди слабовидящих. Как хобби сделать прибыльным бизнесом, семья заядлых гривняков получила государственную субсидию и организовала собственное дело. Как и обещал глава города Сергей Сергеев вновь побывал в детском парке, где неделю назад сделал ряд замечаний по благоустройству территории инвесторам и своим подчиненным. Как и обещали главе города инвесторы ООО «Артопарк-2005», в 20-х числах марта благоустройство на территории детского парка развернулось полномасштабно. Снимается бетонное основание вековавших здесь торговых ларьков, идет укладка бордюров, формируются цветочные клумбы, разбита территория будущей пешеходной дорожки. И если честно, то даже трудно поверить, что наконец-то здесь перестанут развиваться на ветру атрибуты анапской ларечной торговли. Могу заверить на 100%, что торговли и шалмана здесь не будет. Здесь будет полноценный детский парк для отдыха и развлечений. Это излюбленное место отдыха анапчан и гостей города Сергей Сергеев так настойчиво и требовательно посещает регулярно, чтобы убедиться, что люди, взявшиеся за создание современной зоны отдыха, держат свое слово и сегодня глава города доволен размахом работ. Пока все идет по графику. Судьбу оставшихся 200 метров тротуарной дорожки, принадлежащей другим собственникам, глава города предлагает решить сейчас же. Вот у нас она идет и заканчивается, к сожалению, заканчивается нашей территорией. По большому счету ее нужно продлить до конца. А сколько осталось до конца? Я думаю, здесь еще метров 200, наверное, будет. А жизнь зеленой зоны отдыха идет своим чередом. Спортивные занятия, прогулки, рыбалка – все здесь неразделимо связано с природой. Колесо обозрения даст замечательную возможность увидеть этот уникальный уголок природы во всей красе с высоты птичьего полета. Монтаж его скоро начнется. Глава города с благодарностью жмет руку производителям работ. Весна активно вступает в свои права за шумевшими раньше обычного фонтанами, цветочными газонами, надеждой на то, что хоть в одном месте мы победим назойливую торговлю и получим красивый детский парк. Многодетная семья из Супсеха получила государственную субсидию в 500 тысяч рублей. Деньги станут подспорьем в организации собственного дела. Все предки в семье были заядлыми грибниками, поэтому было решено начать выращивать грибы-вешенки. Светлана Тюсина пробовала выращивать кур, кроликов, но дело как-то не шло. В итоге вспомнила, что и у нее, и у мужа почти все родственники в средней полосе были заядлыми грибниками. Решено было выращивать грибы-вешенки, или как их называют сегодня чаще – вешенки. Сначала пробовали сами делать грибницу, но потом поняли, что проще покупать. Сначала взяли 10 блоков для себя, потом переоборудовали курятник. Сюда поместилось в 5 раз больше. Теперь хватает родственникам, друзьям и на маринад. Если жарко, у нас кондиционер, тут и есть вытяжка снизу. Дело только кажется нехитрым. В интернете вроде достаточно информации, но действовать все равно пришлось методом пробы ошибок. В помещении должны поддерживаться определенная температура и влажность. После того, как процесс был поставлен на поток, появилась идея выращивать грибы еще и на продажу. Фактически, это бизнес на старте. Так как блоков с грибницей теперь придется возить много, то потребуется грузовой автомобиль. По государственной программе поддержки предпринимательства семья получит полмиллиона рублей. Я пошла в администрацию, мне объяснили, что есть акведы, которые финансируются субсидированием. И как раз мои грибы подходят под эти акведы. И я пошла уже оформлять документы дальше. Сложно было? Нет, не сложно, но просто была волокена документами, когда, конечно, не знаешь, куда, как. Но администрация очень хорошо, она подсказывает, что надо вот это, вот это, вот это. Только по этим подсказкам я уже все делаю. Уже готов фундамент под специальный ангар из металлических конструкций. Там будет необходимое климатическое оборудование. По замыслу хозяев здесь можно будет разместить порядка пяти сотен блоков. Тогда объем производства составит около пяти тонн в месяц. Помимо этого, начался эксперимент вырастить вешенки так, как они растут в природе. На пнях лиственных деревьев. Мицелий помещен в специальные отверстия. Созревать он будет еще около года или даже больше. Как говорит хозяйка, мол, и Москва не сразу строилась. Но главное, что процесс ей нравится. Глава Анапы встретился с работниками коммунального предприятия, которые добиваются выплаты долга по заработной плате. Люди оказались в центре судебных разбирательств между управлением ЖКХ и обществом с ограниченной ответственностью услуги в Анапе. Сергей Сергеев выслушал обращения анапчан, запросил список оставшихся без заработка и взял на личный контроль решение проблемы с выплатой зарплаты. Работники ООО «Услуги в Анапе» к Сергею Сергееву обратились за помощью. По словам людей, они честно выполняли свою работу по уборке города, но зарплату не получили. Работодатель доказывает свою правоту в суде. Никакого стартового капитала у фирмы не было и нет. Компания оплатить не может, Сергей Павлович, я хочу сразу сказать, так как вновь создавшиеся, никаких средств у Оськина нет на самом деле на погашение задолженности. Это изучено уже судебными приставами досконально. И следственным комитетом тоже. Глава Анапы подчеркивает, решение будет только в правовом поле. Речь идет о бюджетных средствах. Если причиной невыплаты заработной платы стали действия сотрудников городской службы, они понесут суровое наказание. Если я буду увидеть до конца, что сотрудники нарушили закон, я вам обещаю, что они понесут самое жестокое наказание. Не жесткое, а жестокое. В порядке регресса любое решение о выплате будет мною подано исковое заявление о взыскании сотрудника в пользу бюджета этой суммы, потому что так требует закон. Сергей Павлович берет наличный контроль решения проблемы. Глава запросил списки работников и сумму долга. Меня интересует начисление заработной платы с живой печатью, с подписью, бухгалтера, всего остального. То есть на справке за должность? И физические лица, да, которым сегодня должны. Я хочу заострить внимание и повторить второй раз. Деньги будут выплачены только непосредственно работникам, которые здесь находятся. А организации нет? Организации нет. Свои интересы юридическое лицо защищает в суде. Ветеринары призывают владельцев личных подворий не игнорировать требования, которые препятствуют распространению гриппа птиц и африканской чумы свиней. Животных необходимо содержать в закрытых помещениях, чтобы исключить их контакт с дикими носителями вирусов. В хозяйстве должны соблюдаться элементарные правила гигиены. Последний случай птичьего гриппа зафиксировали в начале этого года. В Тюмрюкском районе умерло около 50 лебедей. В этом году в Южном федеральном округе африканской чумы свиней не выявлено. В Анапском районе ситуацию можно считать благополучной. Налажена совместная работа ветеринарной службы и местной власти. Мы очень тесный контакт имеем с злами сельских кругов. И они нас сегодня понимают в достаточной мере. Потому что чувствуют очень серьезность ответственности и очень серьезность ситуации, положения в отношении этих заболеваний. В селе Субсех сегодня был дан официальный старт строительству храмового комплекса в честь Владимирской иконы Божией Матери. В церемонии закладки камня принял участие епископ Новороссийский Геленджикский Фиагност. С утра на склоне горы собралось более сотни людей. Школьники, казаки, студенты и представители администрации. Все они стали участниками знакового для села события. Здесь в скором времени начнется строительство храмового комплекса Владимирской Божьей Матери. Сегодня закладка камня и капсулы в первую постройку. Церкви имени святого Игнатия Брянчанинова. Церемонию лично провел епископ Новороссийский Геленджикский Фиагност. Основывается церковь сияла славу великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа в честь и память святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского во имя Отца и Сына и Святого Духа. После официальной церемонии закладки камня для всех прихожан памятный молебен. Жители села Супсех ждали этого события более 10 лет. И теперь, говорят они, всем миром готовы помогать в строительстве храма. Обязательно нужно такое село и без Божьей благодати. Это, конечно, радостно, что жители будут приходить и приносить детей, причащать. Это великое благое дело. Протеиерей отец Владимир, настоятель строящегося комплекса, рассказывает, что эта церковь – первое здание, которое будет построено на выделенной территории. Возведение основного храма еще впереди. Самое главное – положено начало. Здесь участвует администрация, участвуют и депутаты Госгосударственной Дубы, Иван Иванович Демченко. Вся железоконструкция, которая здесь есть, арматурой, это, конечно, пожертвована им, привезена и так далее. Здесь Ивреш Ашотович Атмачан, депутат Анапы. Здесь он помогает нам и с бетоном, и с песком. Особая благодарность Андрею Викторовичу Дубошину. Вот мы видим вот этот забор вокруг. Это его трудами, его жертва и благодарение ему. Работу по строительству малого храма планируется полностью завершить уже этим летом. Одновременно он сможет в себя вместить более 70 прихожан, после чего начнется возведение большого храма. По замыслу архитекторов к нему будет проложена целая улица и построен зеленый парк, который будет наречен Владимирским. В рамках Всекубанского субботника на территории Анапы продолжается уборка мусора и благоустройство территории. К городским коммунальщикам присоединяется все больше жителей. Они, вооружившись граблями и мусорными пакетами, приводят в порядок свои придомовые владения. Сегодня на улицы города вышли самые младшие борцы за чистоту. Школьники – прихожане храма преподобного Серафима Саровского. Под руководством диакона Ильи они очистили прилегающую территорию от мусора. Нам впору задуматься о том, что впереди праздник Пасхи, и к нему тоже надо подготовиться. Задача каждого христианина Великий пост – навести порядок в своей душе. Так же, как мы убираем свою территорию, так же, как убираем мусор с дорожек в своем дворе, или просто, проходя мимо, неравнодушно, не смотрим, а берем и кладем это в урну. Так и душу человек должен свою освободить от всевозможной грязи, от грехов, и подойти к Пасхе Христовой уже с очищенной душой, с чистой совестью. И тогда и радость будет, она заслуженная и действительная пасхальная. Приближение лета требует, чтобы мы обратили внимание и на наши растения, и на наши цветы, и на наши территории, тротуары, уголки своих дворов. Анапский дзюдоист Анатолий Шевченко, который завоевал золото на соревнованиях под дзюдо серии Гран-при среди слабовидящих, рассказал нашей телекомпании, чем были интересны соревнования, а также о принципиальном сопернике. Для меня на этом турнире даже не так важна, наверное, эта медаль, как у меня схватка была с бразильцем, который вторым сейчас буквально полгода назад был на Олимпиаде, выиграл, поэтому, в общем-то, не зря готовились. Он проиграл мне и занял третье место. Мы с ним просто не в финале встретились, а немного раньше. Анатолий Шевченко – один из самых титулованных анапских спортсменов. На его счету победа на крупнейших международных соревнованиях. Вместе с тренерами Александром Власовым и Федором Кирпиченковым он готовится к Кубку России. В графике также международный турнир в Литве, в конце лета чемпионат Европы. Готовимся, а там соревнования покажутся. Сегодня Всемирный день поэзии. Анапчане на улицах города сегодня с удовольствием вспоминали строчки из любимых произведений. Многим это далось без труда. Немало тех, кто часто читает стихи детям. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишку лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Вот это вот прямо под настроение. Ты женщина. И этим ты права. Хватит дальше потом. Белит парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в краю далекой, что ищет он в стране и так далее. Врасплох застали. У лука моря дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Идет направо, пись заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Это я детям читаю. Управление экономики, инвестиции, администрации обращают внимание хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги размещения и занимающихся туристской деятельностью на необходимость своевременного предоставления в орган госстатистики отчетности за 2016 год. О деятельности коллективного средства размещения читаться необходимо до 1 апреля текущего года. А сведения о деятельности туристской фирмы успеть подать до 15 апреля. За нарушение порядка представления информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических от 20 до 70 тысяч рублей. Отчетность может быть представлена через функционал системы веб-сбора. Это можно сделать на официальном сайте Краснодарстата, а также на бумажном носителе по адресу Анапа, улица Крымская, 177. Подробную информацию узнавайте по телефону. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «АНАПА-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова